Здравствуйте! В эфире передача «Разговор по существу». И сегодня мы беседуем с участником конкурса «Студент года 2021» Владимиром Гурдиным. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, как шла подготовка к конкурсу? После принятия решения о участии в конкурсе мы сразу начали репетировать, готовить материал вместе с командой. Это занимало очень много времени и сил. Мне пришлось освоить несколько программ по монтажу видео, аудио, фотофайлов, фотошопу. Ну и, в общем, наверное, это принесло даже какую-то пользу. Я так понимаю, это работало несколько человек в команде. Было ли разделение обязанностей в вашей команде? Разделение обязанностей, как таковое, наверное, можно выделить подготовку фан-зоны. То есть, это просто подготовка фан-зоны. Этим занималась команда ребят младших курсов. На первом этаже МЦК их можно было видеть. А дальше номера мы уже готовили совместно с преподавателями, руководителями. Было много идей, что-то выбрали, что-то убрали. Сложно ли было быть единственным участником мужского пола в этом конкурсе? Потому что, я так понимаю, остальные участницы были девушки. Да, на самом деле, разницы никакой. Но, наверное, единственный такой внутренний момент переживания в том, что судьи могут смотреть на тебя не как, просто на участника, ну, как должны, а на единственного парня из семи девушек. Вот так. Ну, и то есть, какие-то, может быть, какое-то отношение более, что ли, в мою пользу. Ну, не хотелось этого. Ну, не знаю, было, нет. Во время конкурса, да сколько сильной была конкуренция между вами участниками? Конкуренция проявилась именно в день, собственно, конкурса. Репетиции у нас проходили раздельно. И только вот на генеральной репетиции или в день конкурса я мог увидеть выступления других участников. И, ну, должен сказать, что, конечно, они, мы все одинаково страдали и готовились к этому конкурсу. А что в конкурсе вам показалось наиболее сложным? Для меня, как для человека, ну, наверное, замкнутого в какой-то степени был сложен сам момент выхода на сцену. Вот это то, с чем сложнее всего справиться, мне кажется. Можно подготовить номера, подготовиться даже к интеллектуальному этому конкурсу можно подготовиться, но сложно пересилить себя и именно вот сделать этот шаг. Вы заканчиваете обучение в политехникуме по специальности геология. Уже есть понимание, свяжете ли жизнь с этой профессией? Куда пойдете работать? Честно, пока не представляю. Я не знаю, как сложится моя жизнь в дальнейшем, но в планах получаете высшее образование по своей специальности. То есть продолжать дальше? Продолжать обучение, да, также в геологической сфере может быть какое-то более узкое направление. А потом, если получится, устроиться на хорошую работу. Как бы вы оценили уровень образования, уровень знаний, которые дает техникум? Я думаю, политех дает просто невероятную базу из всех учебных заведений, ну, скажем, Магадана, возьмем наш город. Вот. МПТ – это, я думаю, что здесь лучшие преподаватели по Магаданской области. Это единственное учебное заведение, в котором можно получить настолько серьезную базу в данной области. И, в принципе, знаний, которые я получил до третьего курса, на третьем курсе, мне вполне хватило для работы по специальности. То есть уже был опыт работы по специальности? Этим летом я отработал сезон почти пять месяцев в двух организациях. И, в общем, да, было весело. Ну, вообще, как впечатление? Как совпали ли ожидания реальности? Нет, я думал, будет легче. Оказалось, что нелегко ни разу. В общем, нелегко, не весело. И я не знаю, кем надо быть, чтобы действительно так работать. Но выбора уже нет, наверное. Что бы вы пожелали абитуриентам, которые будут поступать в техникум в этом году? Я бы пожелал им в первую очередь самостоятельно принимать решения, выбирать, кем они хотят быть. И не идти на поводу родителей, знакомых. Просто проанализировать и выбрать. И, не знаю, наверное, хорошую учебу, чтобы они усваивали всю информацию, которую им могут дать. Владимир, спасибо за беседу. А зрителям я напоминаю, это была передача «Разговор по существу». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова